22 декабря в России отметят День энергетика. В воскресенье на электрообеспечивающие предприятия ложится самая большая нагрузка, ведь это день зимнего солнцестояния. Специалисты, занятые в этой сфере, считают свой труд важным и нужным для жителей Верхневолжья, поэтому и выходной будут трудиться. А в канун своего профессионального праздника рассказали о своих буднях к корреспонденту Марии Шаловановой. Трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается одно из самых необходимых благ – электричество и тепло, которые обеспечивают комфорт в домах, школах, больницах, офисах и целых районах городов. Это сложный единый механизм, который иногда может дать сбой. Например, как в микрорайоне Южный в этом году. И тогда именно слаженная оперативная работа сотрудников Тверской генерации помогла жителям города вновь вернуть в дома тепло. Ремонтные работы начались в районе 4 часов вечера после того, как было определено место повреждения и были закончены в 6 часов утра. После чего весь микрорайон Южный был обеспечен в полном объеме тепловой энергией. Это было одно из немногих масштабных происшествий в Твери. Уже долгие годы Тверская генерация старается минимизировать любые возможности ЧОП в городе. Для этого проводят ежедневные проверки как на котельных, ТЭЦ, так и на магистральных тепловых сетях. Стоит только оставить без отопления. Да хоть что, хоть и социальные объекты, хоть и жилые дома. Все это катастрофа. Ладно в такую погоду, а если минус 20 лет. Владимир Саунин работает в отрасли энергетики уже 25 лет. За это время понял одно. Главное ответственно относиться к своему труду и готовить кадры, которые не только сменят ветеранов сферы, но и возьмутся за свою работу с таким же усердием и рвением, как сейчас ее выполняет старшее поколение. С этим согласен и Сергей Евсенков, который воспитал уже не одно поколение слесарей-ремонтников для Тверской теплоэнергетики. И в воспитании молодых ребят у него есть своя цель. Все, моей заменой были. Стараются. Но я показываю ему и он делает. Воспитать хороших специалистов – это сложная задача, признается Владимир Фролов. С одной стороны, нельзя быть слишком жестким, но и добрым тоже. Поэтому здесь важна золотая середина, считает энергетик. Излишняя ругань не помогает делать. Начинаются тратиться силы на конфликты различные. Но и в то же время совсем по головке гладить тоже нельзя, потому что народ в этом случае расслабляется и начинает неправильно себя вести. Поэтому спокойствие и добросовестность у энергетиков ценится больше любых других качеств. При этом не только в мужчинах, но и в женщинах. Ведь они тоже прикладывают свою руку в деле отопления населения города. При этом слабый пол как раз слабым себя и не считает. На вопрос о женских привилегиях в мужском коллективе ответ однозначный. Нет, привилегий нет. У нас вся работа, ну как не делится поровну, но решается все в пределах своей компетенции. Свои поздравления в честь работников сферы Тверской области направил и глава региона Игорь Руденя. Он отметил, что энергетика является ключевой составляющей инфраструктуры Верхневолжья. Благодаря труду специалистов обеспечивается работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организации социальной сферы, комфорт в домах и квартирах жителей Тверской области и других регионов России. Благодаря четкой и слаженной работе высококвалифицированных специалистов ежегодно повышается качество и надежность электроснабжения. Создаются условия для социально-экономического развития нашего региона и всей страны. Благодарю ветеранов и работников отрасли за профессионализм, ответственность и верность своему делу. Желаю вам безаварийной и плодотворной работы, реализации всех планов и программ, мира, благополучия и всего наилучшего. День энергетика — это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это праздник для тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика — праздник всех, для кого понятие «тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая жизнь.